Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами снова отправимся в Фикс Прайс на поиски новинок, поэтому усаживайтесь поудобнее. Надеюсь, будет интересно. Не успела я застать полноценную серию вот этих тарелок. Это нержавейка, покрытая эмалью. Смотрится действительно очень красиво, стильно. Видела по обзорам, что были еще и чашки из этой серии. И вот чашечку я бы точно себе купила. Снова появились в продаже ковши со сменной ручкой от фирмы Вари. Стоят они 199 рублей. Подобного плана я покупала большой ковш с крышкой, но только в магнит косметик. Вообще мне понравилось, удобно. Единственное, не пользуйтесь в этой посуде металлическими предметами, ложками, вилками или какими-то другими принадлежностями. Потому что я имела неосторожность делать пюре именно в этом ковше при помощи металлической толкушки. И именно металлом я поцарапала вот эту поверхность внутреннюю и остались царапины. Вы просто посмотрите на эту красоту. Это декоративные вазы стеклянные. Стоят они 149 рублей. Представлены в основном в сером цвете, а также в сине-голубоватом таком оттенке. Выглядит очень красиво, стильно, лаконично, с надписью Home Sweet Home. И я в магазине очень сильно боролась с желанием купить такую вазочку, но все-таки внутренняя жаба меня задушила. Интересная новинка. Это миска ТАСС, изготовленная из биопластика. Этот биопластик, как заявлено производителем, на этикетке не пахнет. Объем этой миски 6 литров. В комплекте также идет пластиковая крышка, которую можно использовать в качестве подноса. Весь этот комплект стоит 199 рублей. И удивительно, что на крышке есть надпись «Не забыть миску при покупке», а на миске «Не забывать про крышку». Предверные коврики за 99 рублей, размером 90 на 60 сантиметров. Очень мягкие, без какой-либо основы с изнанки. Продаются в двух цветах. Темно-серые, а также ярко-синие. И еще продаются коврики за 199 рублей. Они уже уплотненные. Имеется резиновое основание, которое будет препятствовать скольжению. И размеры 60 на 100 сантиметров. Цвета есть разные. Стеклянный термобокал объемом 370 миллилитров. Производитель Китая стоит 199 рублей. Выглядит интересно. Чем-то напоминает пивную кружку без ручки. А также такой бокал можно использовать и в качестве вазы. В большом количестве в нашем магазине представлены маленькие стеклянные баночки с крышками и с зажимами металлическими. Стоят они 55 рублей. Каждая баночка украшена рельефным дизайном. Смотрится мило, красиво, прекрасно. Подойдут для хранения специй или же какой-либо другой мелочевки. Объем каждой банки 290 миллилитров. Красивые стаканы от Паша Бахче из натрий-кальций-силикатного стекла. Ценника, как всегда, не было. В большом количестве привезли маленькие книжки-развивашки. По факту это карточки с различными заданиями, которые скреплены спиралью. Отличаются они по сложности заданий. Есть полегче, есть по сложнению в зависимости от возраста ребенка. Где-то найти соответствие предмету, размеру, цвета или еще какие-то задания решать. Книжек очень много, поэтому обратите внимание на полки с книжками. В своем магазине может для ваших деток что-то интересное найдете. Очень хорошего качества энциклопедии за 199 рублей, которые посвящены различным тематикам. Твердый переплет, множество картинок, полезной информации. Глянцевая бумага, много страниц. И книги действительно познавательные и хорошего качества. Набор для создания картины нитками я вам показывала в сюжетах на канале. И поэтому, если вдруг вы не знаете, что такое сюжеты, это маленькие картинки, быстрые новости, которые появляются на аватарке канала. И там намного больше я показываю всего интересного. Стоят такие наборы 149 рублей. Разные вариации, разные картинки для мальчиков, для девочек. В комплекте основа, пластиковые гвоздики, а также нитки мулине, при помощи которых и создается этот рисунок. И еще один набор для игры и занятий с ребенком. Называется бумажная аппликация. В этом наборе 5 картонных основ с клейкой, основой с клейким слоем, на которые необходимо приклеивать скомканные бумажки разных цветов, которые также идут в комплекте. Но, по идее, подобие этой игры можно сделать дома, нарисовать картинку какую-то, купить гофрированную бумагу или использовать бумагу, ту, которая есть у вас дома, цветную, и также приклеивать. В большом количестве продаются различные школьные сумки, а также рюкзаки за 199 рублей. Большие вместительные рюкзаки с одним большим отделением, а также с внутренним кармашком. По бокам тоже два кармана. И стандартные рюкзаки, которые я вам показывала ранее. Конечно же, основной рюкзак они заменить не смогут, но вот в качестве, например, рюкзака для сменной обуви или для эксклютативных занятий, я думаю, можно использовать. Автомобильные и спортивные очки. Цены от 99 рублей. Конечно же, я бы не советовала использовать повседневно такие очки, потому что это пластик и может нанести вред глазам. А также в большом количестве в фикс-прессе есть и искусственные цветы. Да, в фикс-прессе начала появляться новая серия а-ля лофт. Из этой серии в предыдущем видео мы с вами посмотрели полочку полукруглую с деревянным основанием, а также из этой серии есть подсвечник. Круглое деревянное основание, металлический держатель и все это в стеклянной колбе стоит 199 рублей. Пластиковая кормушка для лесных и парковых птиц стоит 199 рублей. Большой вместимости состоит из трех деталей. Предназначена для различных птичек. И мне понравилось, что на этикетке этой кормушки есть информация, какие семечки, какие ягоды любят те или иные птицы. В отделе с товарами для красоты я нашла новые массажеры. Стоят они 149 рублей. Это очередная интересная штучка, которая питается от батареек и должна пульсировать. Вообще на коробке заявлено, что способна снять усталость, расслабить мышцы. Но, к сожалению, я не верю в чудодейственность этого прибора. Если кто-то покупал и хоть какой-то эффект облегчения испытал, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Ну и, как всегда, большое разнообразие различных сквишей, слаймов, игрушек, мялок, жмякалок. Все это есть в фикс-прайсе. И я думаю, чтобы показать каждую такую мелочевку, у нас с вами уйдет не один час. Снова в продаже появились 3D пазлы с различными рисунками. В каждом наборе по 66 штук. И, как показывает практика и отзывы других покупателей, собирать все-таки такие пазлы за счет вот этого 3D эффекта сложновато. Помните, раньше в фикс-прайсе продавалось очень много лающих и сходячих собачек за 99 рублей? Это был упрощенный вариант. И сейчас эта серия обновилась. И вот такие милые собачки продаются. Но теперь цена 199 рублей. Но выглядят они довольно-таки милее, интереснее. Эта собачка также ходит, также лает и питается от двух пальчиковых батареек. Наборы для создания деревянных транспортов. Это такой мини-конструктор. Стоят они 199 рублей. В комплекте деревянные детали, также различные шурупчики, отвертки. Вообще в этой серии представлено 5 вариантов машинок, транспорта. Это и мотоциклы, грузовики. Но все вы можете видеть на упаковке. И идея действительно интересная. Так поможет развивать мелкую моторику рук, а также и воображение. Очередная игрушка на полках фикс прайса. В этот раз надувная неваляшка за 199 рублей. И как написано на упаковке, эта неваляшка предназначена, чтобы тренировать силу удара, использовать при боксировании. Но посмотрите, на упаковке, на картинке нарисовано, как будто это здоровенная-здоровенная игрушка по сравнению с мальчиком. Но по факту высота 120 сантиметров. И 120 сантиметров это чуть повыше моей дочки, которой 3,5 года. Поэтому при покупке учтите этот размер. Хотя вот по весу коробка очень и очень тяжелая. Значит сама эта игрушка, сам вот этот материал полиэтилен или резина, как он там правильно называется, он плотный. В этой серии представлены 4 варианта. Пингвин, дельфин, крокодил и жираф. Неплохие наборы пластиковых маленьких машинок. Стоят они 199 рублей. И в каждом наборе по 4 машинки. Здесь есть как строительная техника, а также и военная. В одном из видео меня спрашивали, где же продаются фигурки с животными. У нас это стеллаж, который находится рядом с кассами, где продаются различные декоративные наклейки интерьерные. Вот такие светильники. И внизу располагаются те самые животные. Большие плюшевые мягкие игрушки за 199 рублей. Это хомяки, какие-то медузы, единороги и зайчики. Ну что, друзья, вот и все новинки на сегодня. Пишите в комментариях, было ли это видео для вас полезным. Что вам приглянулось. Если да, хоть чуточку вы получили полезные информации. Поддерживайте пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а на сегодня это все. До скорых встреч и пока-пока.